батюшка серафим он же жив святой пантелеймон жив моя прабабушка которая очень люблю зои ванна она жива а кто ж тогда мертвый иногда человек говорит ну как я пойду на исповедь буду кажется что осуждаю если же я точно знаю что я опять буду осуждать не лицемерили это там никто не развивается не приносит потомство не влюбляется не страдается не берет ипотеку не ездит на автомобиле на работу в общем почему мы называем это жизнь из души после смерти все будет хорошо мы надеемся на это конечно надеемся надеемся и этой надежды живем начну с неожиданного вопроса отец боится ли вы смерти да не могу сказать что не боюсь хотелось бы так сказать но к сожалению это будет не совсем честно побаиваюсь что пугает боль неизвестность но вы знаете мы же с вами в какой-то степени и животные и всем животным присущ инстинкт самосохранения это наш тоже врожденный инстинкт и он тоже работает и поэтому наверно вот все что вы сказали все это в той или иной мере присутствует и то и другое и третье и конечно наверное самое главное ну нет ощущения того что я сделал все что должен был сделать в этой жизни наверное это самое самое и горькое когда вдруг понимаешь что не доделал чего-то важного и уже никогда это доделать не сможешь а не сможешь вы знаете очень интересный тоже вопрос того что сейчас я как раз то может быть отвечая на него буду противоречить сам себе потому что действительно существует такое мнение что вот ну вот все жизнь закончилась и все а сколько я еще хотел сколько бы я еще мог делать и теперь мне уже не будет возможности этого делать и вот как раз то православная церковь православная церковь говорит о том что это не совсем так жизнь закончилась и не все да вот ну я просто приведу пример что ну вот допустим мы имеем жития святых да и мы имеем примеры тех святых которые совершают очень много доброго после того как закончилась их земная жизнь у святителя николая спросить любого человека святителя николая все любят и все знают а вот спросите его житие что и как далеко не все все знают но все знаешь помогает что он приходит на помощь а а это в общем то было делом его жизни при своей земной жизни ну наверное главным его делом было добро то творение добра причем тайна потихонечку чтобы никто не знал благотворительность различные дела милосердия любви и и вот наверное и наградой такому человеку является то что по завершении его земной жизни господь дает ему возможность продолжать заниматься но уже у него гораздо больше возможности этом делать потому что он теперь в господи а значит пребывает везде и всюду также или тот же самый целитель пантелеймон я привожу такие наиболее хрестомативные явные для всех примеры что до пантелеймону молятся в исцелении врач был врачом и остался и великому ученик конечно врачом он остался помогает поэтому в этом отношении я думаю что вполне возможно что если человек делал в жизни во имя христа от чистого сердца делал что-то очень доброе и хорошее вполне возможно в какой мере эта возможность каждый я не знаю что господь даст ему возможность простите за тавтологию продолжать этим заниматься и дальше читатель журнала фама сергей спрашивает что происходит с душой после смерти таких вопросов приходит много есть длинные не запала в душу одно письмо где читательница имени не помню она рассуждает о том что но мы же не знаем что происходит с душой после смерти и все вот эти предположения о том что там на третий день это на сороковой день это там на 9 день это а душа там мается попадает в рай в ад это все спекуляции по большому счету потому что никто не знает и все что от нас требуется это просто расслабиться довериться не сомневаться жить делать то что должен молиться богу и не ставить под сомнение то что он нас спас начну вот с какого края откуда мы вообще знаем то о чем сейчас будем говорить что происходит с душой после смерти вернулся один человек и он в общем особо не рассказывал о том что происходит по ту сторону смерти случае возвращения были еще и мы знаем но на самом деле действительно не особо не рассказывается одним из кстати из оснований почему не рассказывает вот серафим саровска правда не умер но он побывал там где должны побывать те кто закончил свой земной путь и он говорил только одно что я не могу этого рассказать потому что на нашем языке нет слов для того чтобы это же другая совсем реальность наш язык приспособлен для того чтобы теми словами которые мы обладаем обозначать вещи явления вот этого мира там другой мир поэтому бесполезно поэтому вот у нас есть только вы говорите откуда мы за но что мы не знаем честно говоря мы верим это верим доверяем тому что открывает нам что открывает нам сам бог у нас есть откровение божие это прежде всего священное писание конечно ветхого завета и нового завета и священное предание жития святых и там достаточно много говорится ну во всяком случае достаточно много самое главное что это есть что жизнь продолжается уже какие-то детали понятно что эти детали они действительно все эти разговоры про там третий девятый день сороковой это условность я не хочу сказать что это вообще не имеет никакого значения конечно имеет значение но это нельзя понимать вот прямо так вот буквально причем откровение было постепенно если возьмем библию да ветхий завет об этом сказано очень очень прикровенно туманно насколько вообще ветхий завет удивительная книга казалось бы это ну когда был написан ветхий завет это была единственная книга где было подлинное откровение божие единственного народа который молился истинному богу и вот как раз то в этой книге очень очень мало говорится о том что будет после смерти но настолько мало что если было возможно существование таких партий как саддукеи которые вообще отрицали наличие жизни вечной и были убеждены что у человека есть только вот эта земная жизнь что и в этой земной жизни бог либо награждает человека за праведную жизнь либо наказывает за грехи но никакой другой закончилось и все вот но а затем новый завет иисус христос тут уже понятно об этом ну можно сколько угодно цитат приводить и отрывков которые говорится об этой жизни вечной дальше апостол павел который говорит что если мы в этой только жизни надеемся на бога то мы несчастнее всех человеков вот такие слова то вера наша тщетно если мы не верим воскресенье вот поэтому священописание конечно мы священное предание которое в житиях святых я думаю и в писаниях святых отцов достаточно часто к этой теме церковь наши книги того как сюда от нас отсылает неожиданный вопрос помните ли вы определение живой природы а по сути жизни из курса природоведения в первом классе а я как-то давным-давно делал с ребенком природоведение и очень хорошо запомнил там есть два признака живой природы которые отличают от неживой живая природа развивается и приносит потомство в принципе это логично и тут мы с вами в прекрасном месте сидим и рассуждаем о жизни вечной этот недавно задумался а почему мы называем ее жизнью ведь по всем формальным признакам это не жизнь вот что я точно знаю и я это чувствую я не могу объяснить как серафим саровск чувствую там нет пространство такого какое мы знаем там нет времени такого какое мы знаем там нету все богатые палитры ощущений которым мы привыкли там все иначе там вечность там никто не развивается не приносит потомство не влюбляется не страдается не берет ипотеку не ездит на автомобиле на работу в общем почему мы называем эту жизнью вот вы хорошо сказали к сначала скажу что там нет ни времени ни пространства но потом уточнили нет уточнили сказали в той форме в какой мы это знаем да в той форме какой мы это знаем но во первых если там нет многого из того что есть в этой жизни это же не значит что вот это отсутствует а вместо него ничего другого не присутствует вот я с чем не согласился бы в вашем ваших словах что там нет развития вот развитие точно есть вот развитие точно есть давайте мы с вами вспомним вот есть прекрасная но всеми нами хорошо знаем книга лестница и она лестничника да где он говорит о ступенях духовного восхождения последний это любовь а дальше он говорит что а дальше а дальше непрестанное восхождение в любви и да не дерзнет кто думать он там так ну простите цитирую не точно да не дерзнет кто думать что можно остановиться в возрастании в любви ибо даже и ангелы ангелы не стоят на месте а постоянно движутся к восхождению все больше и больше любви потому что предел любви это сам господь вот он есть любовь и как бы мы высоко не восходили к этой любви мы нам еще останется всегда восходить и восходить и в общем то в этом отношении я бы сказал мы продолжаем делать то же что делали на земле потому что если главная задача вот в этих условиях земной жизни с этими ипотеками со всем прочим семьей детьми работы но тем не менее самое главное это непрестанное возрастание в любви это я уверен это есть самое главное то вот там это будет продолжаться но в других условиях а вот каких условиях это тайна которую мы сейчас пока не ждали краеугольный камень нашей веры символ веры заканчивается словами чаю воскресенье мертвых жизни будущего века батюшка серафим он же жив святой пантелеймон жив моя прабабушка которая очень люблю за ивана она жива а кто ж тогда мертвый а кто ж тогда мертвый ну конечно здесь речь идет о телах речь идет о человеческом теле потому что тело мертвое да и мы сами знаем что ну что такое смерть да с точки зрения христианской это разлучение души и тела разлучение очень болезненное потому что все таки состояние для человеческой души полноценное состояние это состояние пребывания в теле и поэтому мы совершенно ведь не так смотрим как смотрели допустим древние греки или там индусы что тело это темница души что это шелуха который нужно сбросить куда что вот туда вот она нужна как скорлупа нужно цыпленку чтобы он там сформировался как цыпленок а потом выбросить и и все что нет мы к телу относимся с большим уважением и поэтому его хороним с со всеми нашими ну мы знаем все эти наши обряды но тут что вот интересно действительно вы знаете что среди христиан даже были и остаются различные оставались различные точки зрения но если возьму допустим адвентистов седьмого дня вот они именно так и считают что если сказано что мертвые значит мертвые и никакая душа там уже не живет они верят воскресенье адвентисты седьмого дня верят воскресенье мертвых но они утверждают что вот когда будет воскресенье вот эта труба погремит тогда да тогда люди воскреснут но в промежутке между смертью физической и воскресеньем человек абсолютно мертв в истории церкви были такие ереси которые тут вот так поднимали вопрос и мне даже приходилось читать у некоторых православных такие гипотезы что душа как бы спит она хоть и живет но она совершенно в таком состоянии но тем не менее священное писание нам не дает оснований думать о том что когда человек становится мертвым то он становится мертвым целиком душа продолжает жить ну простое вот первое что приходит в голову когда иисус христос на кресте умирает и разбойник ним обращается по минимуме господи во царстве сообщил он говорит ныне же будешь со мною в раю ныне же будешь со мною в раю мне кажется вот одних этих слов только достаточно чтобы понять конечно речь идет о душе они а не о теле который умрет через несколько часов на кресте и который будет погребено вот но но опять же возвращаюсь по учению церкви пребывание души вне тела не является полноценным бытием полноценное бытие вся полнота бытия вечной жизни наступит когда будет второе пришествие господа и когда воскреснут тела соединяться с душами и человек в вечности призван жить уже пребывать в теле хотя конечно теле не совсем таком в каком он и в каком его похоронили кстати про тело замечательный священник отец александр сатомский вот когда мы с ним говорили а вот этому поверье о том что происходит с душой человека на третий день после смерти на девятый день когда мы но следим буквально как путеводителю что вот он попал сюда потом попал сюда потом ждет здесь в чистилище он предположил что речь все таки о народном поверье связанным с состоянием физического тела при жаркой погоде на третий день на девятый день на сороковой день то есть тело видоизменяется и соответственно считается что и душа как бы отправляется туда на самом деле душа не путешествует на третий день на девятый день на сороковой день каково ваше мнение понятно что у нас нет источника безусловного знания на этот счет но чтобы вы сказали на вопрос вот что происходит с душой человека на третий день на девятый на сороковой вы знаете я достаточно много в свое время читал и вот сегодня признаюсь когда ехал на нашу встречу перечитал что пишет об этом святые отцы в общем то они говорят о том что да до третьего дня душа пребывает рядом со своими близкими посещает места где она бывала затем до девятого дня и показывает райские ну поэтому идет на поклонение господу показывает райские обители до девятого дня потом она видит в аду что там происходит на самом деле и что ее может ожидать если в конце концов определиться что и туда направление будет вот она сороковой день уже предстает на первый частный суд на котором вот уже определиться где и как душа будет пребывать вплоть до уже последнего страшного суда когда окончательно будет принято решение я эти отцы писали да это и писали святые отцы да я к этому отношусь вы знаете во первых ко всему чему пишут что писали святые отцы нельзя относиться без уважения просто так они не это не могут не может быть никакими фантазиями однако всегда и сами же эти святые отцы говорят о том что все это надо понимать очень очень иносказательно что это слабые слабые попытки к нашей объяснить земными словами вещи которые происходят вне нашего мира ясно для меня одно что действительно человеку откроется и бездна того падения которое может в ожидать и и кого-то ожидает и вся высота и полнота блаженства которые тоже возможны для тех кто был верен господу и старался быть с ним и самое главное самое главное ведь в этом то что человек по-настоящему познает самого себя ведь вообще-то познание самого себя это одна из важнейших задач вот этой нашей земной жизни хоть это было сказано еще и сократом но и святые отцы познание самого себя это очень важно вот и если в нашей духовной жизни вот здесь сейчас на земле человек который живет духовной жизнью он стремится к тому чтобы увидеть все в истинном свете увидеть себя увидеть свои пороки свои немощи бороться с ними чтобы в нем сформировалась вот подлинная система ценностей где действительно для него в его сердце превыше всего будет то что и действительно превыше всего а не наоборот это одно а если человек запутался если человек все перевернул с ног на голову если он ценил в жизни то что что не очень то надо было ценить и совершенно пренебрегал тем что должно было быть драгоценным то вот вот в эти первые сорок дней там как это что да как это все но вот ему будет это открываться открываться в чем он ошибся в жизни что он сделал не так что было совершенно неправильно в его жизни вот я вот как-то вот так вот это понимаю вот все вот эти аллегории аналоги чек будет вызывать себя и как ему будет показано какой должна была быть его жизнь и у него будет возможность сравнить насколько она соответствовала тому какой она должна была быть о муках когда говорят да на муках в аду да ну вот ну опять же я хочу сказать что часто когда говорят а от рай как-то воспринимают какие-то места как территории что от это как бы новый вечный концлагри там а рай это вечный санаторий там какой-то вот понятно что это речь идет не каких-то территориях там местах а все это опять мы постараемся нашими земными какими-то словами что-то условно что-то пока изобразить не думается что вот каждый грех который совершает человек он наносит прежде всего ущерб какую-то рану самому этому человеку это понятно да человеку дана совесть и она на эту рану реагирует реагирует болью если я сделал какой-то гадой что-то сказал даже или чего что-то мне становится больно и это хорошо потому что это защитная реакция моей души также как у тела боль является защитная реакция помощью в детстве читал в детской энциклопедии вот чтобы есть люди больные которые не чувствуют боли вообще что это и самые несчастные люди отзываются ну как и счастливые люди боли не чувствуют ну что обороты ты люди все в ожогах все петерраны лучше они не реагируют там другой человек отдернул бы руку а он отдернет когда уже увидит что там кровью стекает или еще что-нибудь и и вот так же душа и вот мне думается знаете вот если человек слушает в этой жизни свою совесть и старается поступать как она ему велит то это не очень просто потому что совесть она начинает все острее острее там где другой там ерунда человеку которого совесть уже развелась а она реагирует даже на малейшую внутреннюю неправду реагирует болью но эту боль он тут же и залечит а вот если человек не реагирует на голос совести происходит ну как апостол павел говорит это прекрасно теперь люди с сожженной совестью то есть совесть как бы перегорает и в результате человек увечит себя и там и здесь и все и и ничего не болит а вот когда он придет туда вот я думаю что это будет еще воскресение совести вот тогда все это заболит то что у меня здесь сейчас не у меня у того человека который живет по совести то что у человека здесь она отболела было смыто слезами покаяния исправлено добрыми делами и вот я думаю что вот это вот как раз вот это как будто я просто возвращаюсь то почему покажут райские обители покажет вот эти адские муки вот я вот больше думаю что вот это будет что-то вот в этом роде как раз когда в человеке откроется без на не какой-то а тут посмотри со стороны как турист, он там, видишь, ад там всех на сковородочках жарит. Нет, откроется ад, который у него внутри, который там есть, и который он не чувствовал, пока жил в теле, в земной жизни. Вот это меня очень смущает в судьбе нашей души после смерти. Вот то, о чем вы сейчас говорите, это можно сформулировать красивым, развивается постепенно, реализуется скачкообразным. То есть в течение всей жизни мы учимся, 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 совершаем ошибки. Но ведь Господь сам говорит, в чем вас застану, в том буду судить. Какова была жизнь этого разбойника на кресте? Ну, мрак, как мы предполагаем. А в последнее мгновение он вдруг сделал три важных вещи. Посочувствовал, поверил, раскаялся. Все. И он просчет, он будет в раю. У него не было вот этого очень скрупулезной работы с собственной совестью. Нет ли здесь противоречия? Ну, что там было у него до того, как его повесили на кресте, мы не знаем. Может, он и до этого как-то... Может быть, совесть-то и мучила его, и была. Но он все-таки не настолько... Было в нем... Ведь вы знаете, что есть немало людей, которые, встав на какую-то дорогу зла, и я встречался с такими людьми, ну, не зла, но какой-то неправды. Они все понимают и мучаются. Но уже вот это затянуло их жизнь настолько, вот та система, в которой они казались, что для того, чтобы вырваться из нее, человеку нужно очень большое мужество и очень большая сила. А этого не у всех бывает. Иногда человек вот как бы так живет. Но что касается... Вы знаете, мне очень нравится вот то, что вы сейчас вспомнили, в чем застану, в том и сужу. Потому что вот иногда воспринимают то, что когда мы предстанем, то судить нас будут по сумме добрых и злых дел. И что вот так говорят, что вот... Ну, опять, образно говоря, вот чашу весов, на одну все доброе, что сделал в жизни, на другую зло, и перевешиваю, ну, извини, перевесила зло, и поймешь вот в муку вечную. Вот. А вот все-таки вот это вот в чем застану? Ну, это у пророка Изякиилия есть прекрасные слова, что грешник, чтобы он там не творил, но если он изменит свою жизнь, не поменет ему Господь грехов его. И наоборот, да, я помню, когда-то еще у меня была такая статья, он сочинил такую притчу, притчу о несправедливой жене, в одной проповеди написал уже, вот, что у одного человека была жена очень несправедливая. Если он сделал что-нибудь не так, плохо, она его сразу укоряла. Вот забудет он, что это сделать, ну, ты его всегда забываешь, проявишь что-то, ну, ты всегда такой невнимательный, ты всегда такой ленивый. И он очень обидно, но то, что в данный момент он это сделал плохо, он понимал, ну, это неправда, ну, не всегда же я такой. Но было и наоборот, он заметил, что если он сделал что-то хорошее, она говорила ему, ну, ты же как, спасибо, ты всегда такой внимательный, ты всегда вот такой... Он отлично понимал то, что это не всегда, но тут он уже ничего не возражал. Вот, и потом ему подумалось, он стал верующим человеком, потом ему подумалось, а ведь именно так по отношению к нам, как моя жена ведет Бог, что вот какой ты сейчас, вот такой ты в его глазах и всегда. И это очень радует, потому что, да, если все до сегодняшнего дня у тебя было не так, как надо, а Господь сказал, в чем застану, то и сужу. Ну, вот сейчас что тебе мешает? Вот будь таким, каким ты должен быть, и не вмениться тебе. Перемены в жизни человека, какие-то решительные перемены в жизни человека, как и все остальное, оно происходит и при участии самого человека, и, конечно, благодать Божия. Конечно, благодать Божия. Потому что без благодати никто никогда не прозреет и не увидит чего-то. Но благодать, мы знаем, конечно, благодать никто законов не предписывал, благодать сама знает, как действовать, но тем не менее открыто, что благодать часто идет навстречу какому-то движению человека, что когда человек делает навстречу Богу какие-то, пусть даже самые слабые шаги, то Господь в ответ, благодать Божия делает гораздо больше шагов. Поэтому я думаю, что даже у того разбойника, наверное, что-то было такое в его биографии, в которой мы ничего не знаем, кроме того, что он разбойник, было, может быть, что-то и такое, что подготовило вот ту благодать, которую он пережил на кресте. Все неоднозначно. Да, конечно. Судя по тому, что Сергей задал этот вопрос, что происходит с душой после смерти, его это беспокоит, меня тоже это беспокоит. И предполагаю, что и его, и меня беспокоит вот какой аспект. Есть список грешников, людей, которые за свои поступки не попадут в Царствие Небесное. Этот список, собственно, дает нам Спаситель в Евангелии. Эти, 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 особенно эти, не попадут в Царствие Небесное. И вот мы читаем эти списки и понимаем, что ну, мне дорога туда заказана. Есть вот это все во мне в той или иной степени. Не прощаю, любить не умею, вру, вру, трушу, трушу, боюсь, боюсь. Верю, очень хочется верить, что верю, но верю ли. И мне кажется, мне кажется, что вот сейчас на Марасейку выйди, посмотри на людей, как много из них попадут в Царствие Небесное. Как много из них не указано в этом списке. Отсюда вопрос. Вообще, хоть кто-нибудь достоин Царствия Небесного, Царствия Божьего, быть с Богом? Опять же, не так субъективно, на наш взгляд, а формально, по формальным признакам. Вы знаете, я думаю, что даже если ведётся, ну, ведётся, книги совестные разгнутся, как сказано в одной из песнопений, что действительно, я думаю, что в каждом из нас есть такой, ну, как в самолёте, чёрный ящик, в котором всё записывается, что и как там команда делала, так и у нас есть внутри некий чёрный ящик, в котором всё записывается, всё, что мы сказали, подумали, о чём помечтали и так далее. Такой магнитофон внутренний есть. Вот. Но вот дальше начинается самая большая наша радость, что господь кровью своей омыл эти все грехи человеческие, и что у нас есть, ну, во-первых, крещение, да, которое омывает человеческий грех, а затем у нас есть покаяние и таинство, которые позволяют этот магнитофон, эту плёнку магнитофонную то и дело ликвидировать, очищать, и поэтому мне вот иногда говорят, нет безгрешных людей, ты видел хоть одного безгрешного человека? Всё, это полно. Вот. Каждый раз, когда я причащаю людей, вот все, кто отошли от чаши, они все безгрешные, а так они сейчас опять, извините, опять налипнет, да, выйдут опять налипнет, и опять, но, но в конце концов у нас есть покаяние, и это большая наша, без этого, да, без этого бы конец, у нас есть покаяние, у нас есть исповедь, есть причастие, и есть возможность, да, наверное, самая главная задача поддерживать душу в чистоте, поддерживать душу в чистоте, и это очень трудно, потому что мир, в котором живем, он, ну, мы все по уши в грязи ходим, но, но вот есть церковь, которая дает нам возможность это поддерживать, есть молитва, есть таинство, повторю, и вы знаете, здесь еще о чем хочется сказать, вот мы говорим, чем застану, в том и сужу, ведь, да, тоже на исповедь, приходит, на начале, и говорит, батюшка, я вот вру, я злюсь, вот вы сейчас врете ли? Нет, сейчас говорю правду, вот, так сказать, врал, злился, вот, давайте будем в прошедшем времени, и иногда человек говорит, батюшка, ну, как я пойду на исповедь, вот, потому что буду кажется, что я осуждаю, если же я точно знаю, что я опять буду осуждать, не лицемерили это, тогда обычно говоришь, вы знаете, а вы можете, вот, давайте, вот, вот сегодня, вот вы причастились, вот сегодня, до конца дня продержаться, никого не осудить, вот это возможно, ну, это трудно, конечно, но возможно, вот и все, другой задачи нету, вот продержись сегодня, вот вы сейчас тоже только что говорили, что я и вру, там, и то, и другое, третье, вот сегодня не соврите ни разу, и не струсите, там, где-то, у нас задача только не один, как владыка Антоний сказал, что сам задача, сподобие Господи в день сей, без греха сохранить, все нам, вот, может быть, девиз нашей жизни, и тогда, и с таким чувством понимать, что то, что Господь нас может призвать, в любой момент мы это все хорошо знаем, и уже это повторять не стоит, хотя мы не очень это верим, но примеров куча мы видим, вот, вот продержаться на сегодняшний день, вот и вся наша задача, и тогда, если мы с вами исповедались, да даже если вы знаете, вот я даже думаю, что если, ну не всегда у человека есть возможность исповедаться, но я думаю, даже если он при неимении возможности искренне в сердце своем, вот как бы сокрушается, покаялся, как и Анкронштадтский говорит, ну прочти, чувствуешь, что тебя мучает совесть, прочитай 50-й Псалом, и верь, простил тебя Господь за это, и так вот все время, живем, где-то вляпались, где-то пятно посадили, где-то что-то опять, но на каждый грех есть покаяние, и вот оно дает нам дерзновение, что Господь все-таки этот список, который нас может пугать, он нам не зачнет. И с душой после смерти все будет хорошо? Мы надеемся на это, конечно, надеемся, надеемся, и этой надеждой живем. Там не просто будет хорошо, хочется надеяться, а я повторил слова, которые часто хочется напоминать себе. Око не видело, ухо не слышало, и не приходило то на ум человеку, что приготовил Господь любящим его. Вот любить надо его. И вот тут, вы знаете, я даже думаю, даже вот с этим списком, вот вспоминается апостол Петр, который уж грех, ну, куда уже отрекся от Господа, куда уж больше можно было грех сказать, и клялся, и божился при этом, что не зная этого человека. Господь, когда с ним встретился, задал ему только один вопрос, любишь ли ты меня? И все. Потому что если ты меня любишь, все забыто. А если не любишь, то даже самое, может быть, искреннее муковину Иуду совесть мучили, в петлю Иуду толкнули муки совести. Но вот совесть была, она сработала, а любви не было. Поэтому, знаете, вот мне кажется, что вот в той мере, в какой мы будем возрастать, в любви, в той мере, мы не будем бояться смерти и того, что будет с душой после смерти. Ну, не может Господь отправить в ад, опять же, условно говорю, душу, которая его любит. Постскриптум, вы верите в то, что моя душа там будет с душой моей жены и моей собаки? Вы знаете, я не только верю, а я, может, считаю, что это самое главное, потому что без этого тогда не имеет смысла никакая вечная жизнь. Вы знаете, вот, как говорил один мой знакомый, у которого больная дочка очень сильно, говорил, что я думаю, когда она будет там здорова, у нее уже никакого рая другого не надо, когда мы будем вместе. я думаю, что вот как раз-то, вы знаете, мы не можем представить себе те блаженства, которые нас могут там ожидать, но одно мы представить можем, что те люди, с которыми мы расстались, что те люди, с которыми, которые дороги для нас и ушли, что мы снова будем вместе, вот это мы можем представить. И мне кажется, даже вот это, а это далеко не все, что приготовил Господь для нас, но даже одно это, что мы будем вместе, и уже в той жизни, это уже так радует. И что еще к этому добавить? Субтитры сделал DimaTorzok